Стрельцы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на август месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? В конце расклада я возьму для вас, мои дорогие, карта совета. И первая карта для вас, это карта шестерка жезлов. Победа на ваших руках. Вот уже в начале месяца августа может быть победа над какие-то ситуации, победа в каких-то отношениях, может для кого-то было тяжело оставить какое-то прошлое. Но эта победа, она в руках. Самое главное, все от ваших действий, как будете дальше себя вести. Давайте посмотрим следующая карта, и что это касается вас, что вы одержали, что вы какое-то такое желание, то, что у вас победа есть. А это была девятка, знаете, это девятка Пентакли, победа над собой. Победа над то, что может быть кто-то расстался и был всегда в ожидании, в мечтах, что человек вернется, напишет или даст о себе знать. Здесь была победа на то, что вы очень долго находились в такой пустотной состоянии, депрессивной состоянии, не было желания что-то исправить, что-то от чего-то уходить. Но в начале августа вы как будто уже делаете какие-то шаги, какие-то стремления у вас есть, какие-то цели уже себе ставите в начале месяца. Давайте посмотрим следующая карта, карта Звезда. Вот до конца года у вас будет исполнение какое-то желание, исполнение о том, то, что вы мечтали. У вас очень долго борьба была для того, чтобы вы были счастливы, для того, чтобы вы, знаете, проходили какую-то ситуацию, которая для вас была очень тяжело. Знаете, иногда у вас были мысли, что вы не сможете преодолевать вот это. Здесь идет то, что, знаете, как исполнение ваших каких-то желаний, целей и мечты. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта. Следующая карта на середине месяца для вас, мои дорогие, это карта Десятка мечей. Знаете, как это сказать, исполнение желания, победа в ваших руках, потому что вы были преданы, вас разочаровали, вас обманули, вас это ввели в заблуждение, да, вы как-то, вам, знаете, можно сказать, пользовали. И у вас вот эта победа, да, вот из-за этого, что вы уже не позволяете людям, это то, что касается отношений, это то, что касается одинокий мужчин и женщин, но то, что вы смогли сделать, исправить что-то в вашей жизни, это однозначно есть. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Королева кубков. Женщины, это ваша мудрость, это ваше знание, это ваше, знаете, вы более, знаете, да, реагируете эмоционально. Вот из-за чего у вас может быть это разочарование, что вы отдаетесь человеку всем сердцем, да, вы если любите, то любите, да, вот если вы, есть желание, да, быть счастлива, вы это сделаете, да, если вы хотите сделать человека, который с вами рядом счастлив, то вы это сделаете, да, у вас нету такой охладнокровности, то вы скрываете эмоции, а вы это показываете. Мужчина, это ваша женщина. Хочу сказать, мужчина, обращайте внимание, те, которые находятся в отношении на вашу женщину, это может касаться ее здоровья, да, здесь могут быть какие-то, знаете, небольшие какие-то ситуации, но то, что может касаться женщины, находиться в депрессии, да, в каких-то, может плакать, да, здесь я бы такой совет вам давала для того, чтобы помочь ей выйти из этого состояния, может куда-то поехать, да, вот отдохнуть, да, делать какой-то, может какой-то подарок, то, что она желала у вас. Давайте посмотрим следующая карта, это карта Королева мечей. Женщина, здесь у вас требуется именно в середине месяца не быть эмоциональной, да, вы можете это дать, вы можете делать человека счастливым, но от вас это в середине месяца не нужно. Здесь вам нужно быть более хладнокровной, более понятливой, более осознать, да, все плюсы, все минусы, все люди, которые вам не желают добра, которые вам завидуют, которые вам завидуют ваше то, что вы счастливы. Здесь просто нужно понимать, что в середине месяца, если вы хотите, чтобы вас не предали, чтобы вы не отстрадали, мужчины и женщины, вам нужно расчистить свой путь, освобождаться от таких людей, которые есть рядом. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, это двойка Жезлов. А двойка Жезлов это показывает, что у вас есть желание, у вас есть вот это стремление, у вас есть вот эта победа, но почему-то показывает не до конца, да, оставлено все в прошлом. У вас до сих пор может это касаться для женщины, что есть еще какая-то любовная привязка с прошлого, еще есть вот это какое-то воспоминание, что в прошлом вас предали, что в прошлом была какая-то измена, да, хотя у вас победа есть, но все-таки какие-то ситуации, да, в конце месяца они могут в вас вернуться. А могут быть какие-то мысли, какие-то воспоминания, какие-то страдания, то, что, да, человек с вами так поступил. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, четверка Жезлов. Вы знаете, гармонизация, гармонизация самого себя, доверять себе, поверить, что вы сможете все это преодолевать, да, вы должны понимать, что бывают такие ситуации, когда в нашей жизни, да, мы проходим какой-то урок, да, есть какие-то люди, да, для того, чтобы нас предали, для того, чтобы мы осознали, что что-то есть неправильно в нашей жизни, у нас случаются такие ситуации. Здесь вот под конец месяца вам требуется, да, вот, чтобы вы доверяли себе, чтобы у вас было это, знаете, как рука поддержки, это самого себя. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта, карта совета и что вам высшие силы советуют. Карта двойка Пентакли. Двойка Пентакли, если сказать по поводу финансы, да, если сказать по поводу работы, постарайтесь вот именно август месяца контролировать свои финансы. Вот правильно распределить, да, где вам нужно. Не нужно тратить лишнего вот именно в август месяца. Если сказать про отношения, то постарайтесь быть более правильным к себе, более контролировать себя, именно не другого человека, а себя, потому что здесь шаг налево, шаг направо, вы можете, да, именно что-то, вот это состояние, да, вернуться к вам. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся к номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.